Есть какие-то темные силы в нашей стране, которые пытаются заключить какой-то мутный договорняк. Мы неоднократно говорили, и я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам. Соратники Игоря Гиркина, называющие себя рассерженными патриотами, фактически обвинили Путина в предательстве и государственной измене. Они заявили, что руководство России собирается заключить с Украиной унизительное перемирие и фактически признать поражение России в войне. И Стрелкова посадили в тюрьму именно для того, чтобы напугать радикальных патриотов, которые выступают за бесконечную войну до победы. Такое заявление сделал один из соратников Гиркина Юрьевич. Его обращение разместили у Гиркина в телеграм-канале. Я был крайне удивлен событиями, происшедшими недавно, а именно тем, что Игорь Иванович Стрелков взят под стражу. Ходят слухи, крайне нехорошие, о том, что есть какие-то темные силы в нашей стране, которые пытаются заключить какой-то мутный договорняк. Ой, что же это за темные силы такие? А по сути изменническую, вредительскую, преступную, недопустимую попытку сговора с фашистским режимом на так называемой Украине, поддерживаемыми мировыми вражескими спецслужбами. И эти лица, якобы, или силы, пытаются избавиться от Игоря Ивановича, потому что опасаются недовольства населения. Достаточно проклятого минского сговора преступного 2014 года, еще раз такую глупость преступную сделать ни в коем случае нельзя. Еще один такой сговор приведет к катастрофическим последствиям, его допустить ни в коем случае нельзя. Если ветер дует именно в эту сторону, то тогда понятно, почему взялись за Игоря Ивановича. В общем, некие темные силы в России решили пойти на преступный сговор с фашистским киевским режимом и поэтому кинули Стрелкова за решетку. И я даже знаю, что это за темные силы. Ведь буквально вчера, выступая перед делегациями из стран Африки, Путин в очередной раз принялся буквально умолять о перемирии и ныть, что Россия вообще-то очень стремится к миру. Просто с ней переговоры вести никто не хочет. Мы, конечно, согласны с вами в том, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров. Но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. Да и сама Украина, а точнее украинский сегодняшний режим, отказывает от переговоров. Официально об этом заявили. Мы неоднократно говорили и я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам. Всегда публично говорили о том, что мы готовы к предложению диалога. Путин даже признался, что Россия вывела войска из-под Киева в качестве жеста доброй воли, чтобы Украина согласилась на перемирие. Но его в очередной раз обманули и поводили за нос. После отвода наших войск из-под Киева, а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, киевские власти отказались от всех прежних договоренностей. Ну и в курсе. Надули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Тинично обманули. Просто водили за нос, обманывали. Кстати, про деноцификацию и демилитаризацию Путин на встрече с лидерами африканских стран в этот раз почему-то ничего не упоминал. Только жаловался, что его постоянно обманывают, водят за нос. Как-то вот он по-другому заговорил, да? Куда-то подевалась вся эта былая уверенность, былое высокомерие. Видимо, поэтому все эти рассерженные патриоты и заподозрили, что Путина держим темными силами. Но в любом случае, что бы они там ни говорили, как бы они ни возмущались, уже понятно, что сделать что-либо эти люди не смогут по причине полной собственной ущербности и никчемности. Мы видим, что Гиркин сидит уже неделю и за это время ни одной какой-нибудь, хоть сколько-нибудь значимой акции в его поддержку никто не провел. Все ограничилось какими-то постиками в телеграм-каналах, какими-то картинками. И уже понятно, что что бы ни сделала российская власть, даже если она завтра подпишет самую унизительную капитуляцию в мире, все эти рассерженные патриоты будут только чего-то там булькать в своих телеграм-каналах. Потому что они ни на что не годны, они абсолютно ничто ничтожные. Они очень на самом деле все трусливые, то есть смелые они там где-то в своей писанине. А своего собственного правительства, жандармов, да, вот российских силовиков они боятся как огня. И в общем-то посадка Гиркина это четко продемонстрировала. Подпишитесь на канал, если не подписан до сих пор, друзья. Оставляйте комментарии и лайки, так видео получит больше охват и больше людей, соответственно, увидит правду о происходящем.